здравствуйте дорогие друзья на библейский портал язык get пришел следующий вопрос где в новом совете написано про благодатный огонь я все прочитал внимательно в очередной раз и знаете не нашел не написано аминь выключаем ладно будет очень коротко если она этом окончу дело в том что очень много чего в библии не написано и про иконы не написано и про благодатный огонь не написано проявление богородицы ноги святыми написано и многим многим о многих чудесах которые совершались в течение двухтысячелетней истории православной церкви там не написано потому что не совершались намного позже чем эти книги были написаны вот единственное что хочу вас предостеречь от всяких бабских басней которые говорят нам что если благодатный огонь не сойдет то все скоро придет антихрист или уже родился где-то там если дубом в риске засохнет все конец света собираем чемоданы закапываемся где-нибудь или переезжаем в атлантиду если что-то там еще произойдет что что там еще я уже не помню александрийский маяк упадет то все ли колос радовский в общем каждое поколение ждет пришествие спасителя при своей жизни почему-то сильно этого боится вы не грешите и не будете бояться очень простой совет живите праведно и будете говорить вслед за апостолами а на богословом ей гряди и господи иисусе а то мы все боимся конца света но почему-то не радуемся что господь наконец-то вот все это перечеркнет и скажет все идите ко мне все кто любил меня кто к людям относился адекватно и милостивно нечего будет бояться то на самом деле так что не бойтесь не бойтесь сойдет хорошо не сойдет хорошо все хорошо за все слава богу вот а как он там сходит это не нашего модела на самом деле портале экзегет и есть мой большой пространный ответ именно на этот вопрос о природе происхождения благодатного огня единственно что скажу скептикам что даже если его происхождение рукотворно это не отменяет его благодатности его благодатного действия благодать божия издревле в церкви преподается через хлеб через воду через масло через огонь вот если окунуться в историю древней церкви то огонь освещается и огонь освещает на алтаре в алтаре на престоле обязательно должны стоять две свечи как символ благодати дух святого который действительно здесь присутствуют на купели крещения обязательно должны стоять три свечи в символ престоле троицы в древности их даже окунали вот воду освещая воду огнем духом святым и огнем даже в молитвенные тексты древних чинопоследования это входило здесь же мы видим чинопоследования схождения благодатного огня как как бы она не осуществлялась для нас имеет значение то что огонь благодатный вот и его благодатность никоим образом не рушится и не отменяется от того как он появляется ведь воду там и освещаем крещенскую рукотворно и она становится великой агиасмой десятки лет не портится хлеб и вино прилагаются и пересуществляется в алтаре рукотворно нисходит огонь с небес не происходит там что-то такое удивительное перед нашими глазами но мы верим что то что происходит сущностно изменила модус бытия хлеба и вина в этом земном мире это истинное теперь тело и истинная кровь вот так и здесь какие бы пусть даже просто читают древние древние молитвы в кувуклии в этот момент иерусалимские архиереи важно то что этот огонь становится благодатным ну и все и не верьте повторюсь всяким бабе баснем христос уже предупреждал нас об этом 2000 лет назад если будут вам говорить христос вот здесь или там придите посмотрите не верьте то все будет совсем по-другому и никаких признаков таких простых бытовых житейских со второго пришествия господь тоже не дал кроме как оскуднение любви хранить любовь ничего не бойтесь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео